Всем привет на обзоре... Да, не она, но все же та же самая. Девственная плевра Томаса Фордоса, точнее Том Форд Лос Черри. Как бы не сказать о ее подружке... Как ее назвать-то там? Горькая сука, да? Это пич, пич-пич. Все-таки здесь самое лучшее то, что можно было бы услышать из вот этих вот приятных вишневых направлений, которые уже в мужской парфюмерии как бы, ну, связываются как больше с корицей, нежели с самой вишней. Так, начнем с того, что... Нет, начнем все-таки со стойкости. Стойкость зимой и летом, в принципе, одним цветом, а червивым вот этим вот вот... Классно, классная вещь. Скажу так, стойкость идет от 8 до 12. Или от 12 до 8. Все-таки от 12 до 8 часов. Почему так? Потому что первый день это часов 12, второй день это уже часов, наверное, 10-8. И вот там на третий идет уже 8 точно часов. Если вы планируете таскать это все постоянно на постоянную носку. Ну, то есть вообще одежда пахнет, ну, приятно пахнет, очень приятно пахнет. Немножко... Да, с этим похоже. Шлейфовость. Вот здесь вот самое интересное то, что зимой шлейф намного больше, чем даже летом. Летом почему-то как-то при нагреве он все-таки окутывает тебя самого, чем нежели он шлейфит. То есть слышишь в основном этот аромат. Вот. Шлейфа, ну, метра 2-4-10 будет зимой точно. Ну, я о чем говорю сейчас зимой? Я говорю зимой опять-таки именно на улице. Уличный аромат, ну, скорее всего, нет, потому что тут нет такой сладости, как в горькой суке. Девственная плевра, она настолько интересна тем, что она меняется. Вот эта шлейфовость... Ну, летом, вот смотрите, летом, если плюс где-то 20, вот как сейчас, да, вот, это нормально будет на расстоянии вытянутой руки. С учетом того, сколько ты наносишь, а раз наносишь ты его по чуть-чуть, если вы берете полтинник, лучше в этом случае не брать. Так, а шлейфовость и все. То есть от 12 до 8 часов, вот такой период. Я бы не сказал, что супер густо и плотно, но и какой-то непотребностью себя ты не чувствуешь в этом аромате. Итак, начнем с того, что... О, как хорошо, за 3 минуты вам там кончили вы там, кончили за 3 минуты. Так, итак, в итоге фактически то, что... Для кого ношение? И для женщин, и для мужчин, да, безусловно. Для мужчин, для каждого ли? Я думаю, что да, потому что здесь не слышна сладость того, что было в горькой суке, потому что там есть вот это вот сучье вымя, вот это, чем не жили в девственной плевре. И девственная плевра, она настолько интересна. Сейчас же они будут выпускать, то есть они уже выпустили, все говорят. Они уже выпустили фланкеры на него, там какая... Там электрическая плевра, там смаковая плевра. Вот ее буду покупать, безусловно, тоже, видать, в сотках, потому что уже вот это мне понравилось. И, соответственно, все остальное я могу уже приобрести вслепую, без затеста. Естественно, то, что с этими сракциями мы ничего никогда не купим и не получим. Естественно, только то, если это будет где-то через какие-то бугры приходить к нам, то да. Итак, многие... На фрагрантике, конечно, сейчас немножко такое повествование о том, что, ну, нужно ли для мужчин. Я думаю, что было бы неплохо услышать с мужчины, потому что... Начну с того, что на фрагрантике есть очень много записей, очень таких веселых, таких записей женщин, которые учитывают свою потребность в этом мире и учитывая, что аромат вышедший в плане... Или как вам поставить, чтобы вы... Вообще, очень удобный формат, да, для мужчин удобно. Ну, полтинники так себе. Тампон, окей, убей. Вот. То, что они там пишут, это очень смешно. И весело, то, что они слышат и вишню. Да, о пирамиде, то есть все то повествование пойдет сейчас о пирамиде. Они слышат там и вишню, и еще не вишню, и вишневую косточку, и ликерность. Да, это все присутствует. В пирамиде много чего заявлено. Во-первых, в начале там было то, что изменили, я заметил. Я не знаю, кто меняет на фрагрантике. Возможно, Игорешка Масюков. 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 Он, наверное, похоже, там что-то меняет. Я так полагаю. Безпонятия вообще, кто российской фрагрантикой заведует. Кто что там меняет. И явные редактора фрагрантики не понимают о том, что сначала была просто вишня в начальных звучаниях нотах. Потом в середине у них тоже опять-таки вишня. Но сейчас смотришь на фрагрантику. В начале у них там присутствует черная вишня. И в середине вишня. Понятно, что там есть ликер, цитрус и тралля. Но меня удивило то, что они обычную вишню заменили на черную вишню. То есть, есть какой-то мотив, есть какой-то посыл. Явно 90-е годы. Есть какой-то посыл. И он, ну, с одной стороны, я считаю правильно, как бы, сделанными. То, что они... Вот была бы официальная пирамида, да? Там на официальной пирамиде, по-моему, то же самое заявлено, да? Хотя я не смотрел. Я смотрел очень давно. И забыл, наверное. Ну ладно, похер с ним. Вот. В итоге, фактически, для мужчин ли? Скажу да. Скажу да. И, может быть, даже для каждого. Что я слышу в этой девственной плевре? Слышу цианидность и слышу чернильность. Чернильность в плане чернил. Вот именно шариковой ручки, современной шариковой ручки, можно услышать чернила. Там вот запах этих. Здесь, в сухого участка кожи, все-таки, выходит некая ликерность. Вишневость, безусловно. Может быть, я даже назвал больше черешневость. Вот в мякоти именно сок черешневый сок больше созвучен, чем нежели вишневый. Но вишневость, как раздробленная косточка, ее цианидный оттенок, плюс чернильные, вот эти вот прописные все эти истины. То, что я читаю на фрагрантике, это жуть какая-то полная. То есть, там они ванильку, хуильку, так далее, и так далее. Там очень длинная ваза, линющая, выдлинющая. С важного участка кожи все-таки больше идет цианидность и чернильность. Есть приятный, мягкий, черешневый потон, именно вот раскусывание, именно ягоды вот этой вот. Он присутствует. А все остальное, как бы, ну, извините. Не знаю, что там они еще могут напридумывать. Поэтому, как-то тут в распосылке говорили мне, что вот он, распылитель розовый, потому что он отображается от этой фигни. Нет, он не отображается. Я тут взял тот же, самая Томаса Фордеса, ну, крышку просто снял. Вот, не обращайте внимания, тут много чего ходят, каких пиздоватых, поэтому очень интересно. Итак, разница тут, она видна. То есть, и так, и так. Ну, тут камера не передает такого оттенка, но оттенок существует. Он виден, он различим, он понятен. Чуть-чуть такая розоватая фигня. И белый. Я говорил о том, что все его сотки, они очень легко. Но вот здесь вот, Уда Вуда Интенс, да, легко. Причем мне нравится то, что многие, которые пишут, что, как бы, ну, когда копии, там что-то другое выходят. В коробке, в коробке, вот она, вмятая такая коробка, червивая такая. Ох. Вот, здесь она действительно, ну, тут она держится. Тут она держится, вот. Даже вот так перевернем. Поддержим ее вот так. Ох. Держится. Поэтому, значит, не во всех ароматах можно услышать и увидеть какое-то это направление их. То, что держится плохо. Итак, по поводу, почему я его купил. Я его затестил, к сожалению. Ну, почему, к сожалению, потому что, ну, один человек на стриме спросил, как бы, а будет ли хорошо звучать с мужчиной Лос-Черри Томфорда. Я так, ну, сначала присматривался к человеку, кто спрашивает вообще на фотке. Ну, такой, как бы, темненький человечек. Я думаю, да. Я думаю, да. Даже очень хорошо подойдет к ребятам, к темненьким, более смуглым, четко подойдет. Потому что вот это придание чернильности, хотя это с моей точки зрения, что я слышу. Есть вкусность, но нет сладости. Нет тут сладости. Именно сладости нет. Причем, при самом первом нанесении, только первом нанесении, вы услышите пивко. Просто пивко. Такое пивко, вот эта вот алкогольность, она несколько секунд длится и пропадает. Вот, возможно, это и есть ликерность та самая, которая, как бы, все очень громко об этом заявляют. Так вот, текучесть, она в нем присутствует. Причем, вот текучесть летом, она есть. Небольшая, легкая. Так вот, мужчина спросил, молодой человек спросил, я говорю, ну да, если, ну можно попробовать, но только говорить о том, что это девственная плевра не нужна никому. Вообще никому не надо, потому что зачмырят. Реально зачмырят, потому что, ну как реально? В том плане, что быдло очень много такого вот этого неотесанного, непонятного. Скажи, что кридовентус и все. И, 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 ебись, оно все. Поэтому, для мужчин, да, я думаю, что для темненьких хорошо подойдет. Для меня, может быть, ну не особо как бы в этом плане, что с полинки слушал, приятно с нее звучит. С нее звучит больше немножко какой-то, вот нет чернильности, а есть именно вот ликерность. Она текучесть легкая, вишневая, приятно, она приятно. Там нет вот этой похабщины, о которой все говорят, о Томасе Фордосе. Я не слышу то, что... Это, наверное, вот это вот придумано. Это вот придумано, понимаете? Это придумано, надумано, сделано. Сделано немножечко как бы не в том ключе, в котором хотелось бы это все видеть. Ну, в итоге, фактически, получаем... Ну, я не знаю, я вижу, что... Блядь, надо убрать это все. Я вижу, что можно, конечно, найти копии какие-нибудь. Если кому интересно, как там выглядит. Потому что не все распосылку видели, как это все... Можно, конечно, найти какую-то альтернативу, использовать что-то другое. Но для мужчины вполне, вполне можно таскать легко. И причем сотка, учитывая то, что у них плевковое распаление, у них... Солнце вышло. У них плевковое распаление и не... Ну, не здорово будет, если вы будете как бы полтинник купить, и будет и пшик-псик, и все. Сикает она потихоньку, конечно. Надо все-таки чуть больше пропшикивать. Я таскал чуть-чуть, там, души. Три сюда, три сюда, сюда полился. То есть хорошо. То есть стойкость зависит от того, насколько ты будешь им пользоваться в обильном поливании. Ну, исключение, горькая сука, там многое использовать не нужно. Там больше сладостей есть. Здесь сладости я такой не слышу с себя. Слышу цианидность. Именно вот эта миндальная цианидность и... Чернильность. Чернильность, вот это мне нравится. Именно не тело, лик чернила, не надо путать. Чернильность, именно шариковые ручки. Поэтому... Здесь приятный посыл того, что... Тут больше чувствуется вишневая, ну, так называемая, косточка, но не повидло. Приятно, приятно, что это как будто бы ты поел чего-то, но не вишневого. Ну, что-то такое. Поэтому покупать или не покупать, тратить деньги, я не знаю, тридцатка штук стоит, сотка товарная версия, как бы, ну, не знаю. Можно взять, конечно, полтинник, использовать его весь, а кого привлекать, непонятно. Если барышня там вашу услышит или узнает, что это девственная плевра на вас, что, ну, считайте, что вы будете в проигрыше, и она будет вам завидовать. И, в общем, все будет очень плохо, хочу вам сказать об этом. Никогда не надо говорить о том, что вы пользуетесь, ну, так называемой униебливой, унитраховой парфюмерией, потому что это все... Есть, так тоже розовая. Вот, все, к сожалению, очень печально происходит в этих моментах, тоже немножечко. Поэтому Томаса Фордеса будут везти не из USA Today, как вот здесь, вот, кстати, вот USA Today через интернет-магазин все проходит. Но через официальный офлайн-магазин проходить будет только через Европу. Европейские Томасы Фордесы, они будут приходить в Россию к нам так. А америкосные не будут уже приходить. Ну, если только не исключение, будет через интернет-магазин. Резюме. Нужно ли прямо сейчас бежать и покупать? Нет. Нет, конечно же, возьмите лучше пробники, чтобы понять, а нужно ли вам это, легкомысленный аромат для мужчин. Да, он присутствует, этот вот мотив легкомысленный, он есть, и от него никак не избавишься. Потому что женщины на фрагрантике, которые там пишут, которые сейчас чуть ли не от каждой второй, это все звучит. Хотя у нас в городе, к счастью, я не слышал такого. Может быть, я не кручусь в таких высоких кругах, где можно было бы услышать. Но вот Флёрдус Ундер Наркотикус я еще слышу. Это приятно пахнет. Не паленка, здорово, когда женщина пользуется оригинальной парфюмерией. Это действительно приятно пахнет. Но пока что не слышал ни с кого, что Лос-Черри. Как бы, может, не доперло до кого-нибудь. Может быть, не дошло до уголков окраин нашей родины. Ну, думаю, что столица нашей родины вся пропахла ей. Эскортницы, как мне писали, что они не пахнут девственной плеврой. Они пахнут там бокорукой руж. Ну, не знаю, бокорукой руж тоже как-то уже стали подпорчивать ее. И в итоге фактически ЕДП хуже, чем... Ну, стало хуже. Серьезно, я знаю, в 15-м году тестил бокорукую руж 540 классическую. Ну, тогда была только она одна. И, безусловно, там было гораздо интереснее. Кисленькая, вкусненькая, приятненькая. Вот прям кисленькая розочка. Вот эти маленькие кисло-сладкие розочки. Вот прям вот выглядело это именно так. Сейчас это вообще какой-то прям... Буржуа какой-то, в общем. Вот. Поэтому, как у нас облака ходят, тут и сюда хорошо. У меня освещение классное. Вот. Поэтому, покупать или нет, да, но с учетом того, что сначала затестить. Если будете пользоваться, то никогда не говорите, что пользуетесь этим. Ну, лучше тот, кто про это узнает, будет чмырить, понимаете? Будет какая-то неприятная ситуация, в которую вас будут ставить не очень... Нельзя назвать, что аромат эскортниц. Не хочу сказать, что аромат эскортниц. Но те тетки, которые на ютубе показывают и рассказывают, как они любят, как они любят эту вишню, как они... Как они возжелаются с этой вишней. И возжелаются очень часто, но в итоге, фактически, если понять, что аромат был создан... Ну, просто для того... Ну, попсовый. Действительно, попсовый аромат здоровский, правильно обыгран. Нужно много наносить, к сожалению, почему-то... Ну, пахнет приятно, просто приятно. Вот этот вот оттенок вот... Хороший оттенок, вот реально хороший оттенок. Приятный фиолетовый вишневый оттенок. Все. Но цианидность в нем миндалевидная, она присутствует. Прямо цианидом очень сильно пахнет. Цианидный оттенок здесь сильно пахнет, плюс чернильный оттенок. Вот когда он подсыхает, высыхает, он именно таким и становится. Но с учетом более жаркого лета, там будет больше какой-то немного тягучности вытягивать вот эта ликерность. В холод этого я не слышал. Вишня она вишня, но такого я не слышал. В основном цианид вот этот ядреный, немножечко даже металлизированный был зимой. А чернила прям очень хорошо были слышны зимой. Летом как-то вот так, вот так вот. Тут по разным погодам условиям. А зимой вот прям в минус прям здорово. И причем очень много можно поливаться. Никого, кстати, не задушь. Что-то еще хотел сказать, чтобы как бы затянуть время уже на 20 минут. Но с учетом того, что сейчас они стоят еще и дороже, и дороже, и дороже, полтинник, я думаю, вам хватит за глаза. Для мужчин ли? Да. В основном, как бы, женщины пользуются. Ну, для мужчин да, подойдет. Для светленьких, я не знаю. Вот у ребят, честно, не знаю, как бы, на женщинах красиво смотрится. Вот, ну, реально, это смотрится очень красиво на светлых женщин, очень красиво, на блондинка. Прям приятно. Нет ничего похабного, нет ничего предусудительного. Просто приятный легкий женский аромат с вишневым оттенком. Больше ликерности слышно там, меньше цианида. Но вот с меня почему-то вот-вот есть больше цианида и чернильных оттенков вот этих шариковой ручки. С других пока еще не слышал. Говорят, что у нас вот в городе почему-то... Никак. Вот. Все остальное только как бы... Как я тогда называл-то, что аромат эскортниц и домохозяек. Я опять забываю это слово, домохозяек этих. Которые за счет мужа-то живут. Которые получают от него деньги, покупают лос череп, потом делают обзор на это, на все. И в итоге ты получаешь какую-то непонятную сумму от людей, как бы, ну, блядь, домохозяйки. Как это они? Приживалки. Блядь, не знаю, блядь, забыл. В общем, которые не работают, только сидят и ждут денег от мужика, чтобы купить вот такой и сделать обзор. Вот. За свои деньги, если женщина покупает, это, конечно, хорошо, здорово. Кстати, приятно пахнет. Блондина больше всего приятнее пахнет. Вот. В общем, назовете мне опять такие, я опять забываю. Надо, блядь, какую-то бумажку написать здесь. В общем, если выйдут другие параметры от этого лос черепа, я, конечно же, куплю уже без затеста. Потому что мне нравится. С учетом того, почему я купил еще лос черепа, я забыл сказать уже на 22-й минуте повествования видео. Не могу сообщить. Ой, трусы. Вот. Вот. Почему я купил-то? Я сделал затест. То есть, обычно я подхожу в магазин и просто вот, Tom Ford я делаю затест вот так просто. То есть, я беру всегда вот именно крышка, распылитель и стереоэффект. Вот. Все. Да, нравится здорово. Приходят какие-то эскортницы, тесты, там попы, писи, сиси, губы, губы как писи. Вот. Они тестят и они тратят деньги всегда. Ну, понятно, делаю эскорт. Куда я без него. Что раньше называлось проститутейшеном. Сейчас называется эскортом. Вот. Я думаю, как бы, ну да, мне понравилось. Также Woodward Intense, также и все остальные. Rose, Sprig. Что-то как-то не особо как-то мне понравилось. Ну, вот, горькая сука получше, конечно, вышло. В итоге, фактически, просто сделал затест. Думаю, дай-ка сделаю, блядь, и понравилось. Вот реально, и понравилось. Ну, прям вот, вот, что хотите, делайте. И тогда вот больше вышли именно чернильные оттенки. За что я полюбил, так скажем, Lost Cherry. Вот из-за эти чернильные оттенки. И чернилы, которые вот-вот. И спишешь очень сильно современные ручки и понюхаешь. Вот примерно такой же оттенок. Может, даже советские чернила. Ну, там больше плюмбума бы, свинца вот эта. Может быть. Ну, свинец так не пахнет. Вот. Но, да. Но. С учетом того, что я в такие моменты падок, да, и когда человек спрашивает, и я думаю, а дай-ка я затыщу. Сделаю затест хороший. И, как бы, уже выражу свое мнение, покупать или нет. Ну, к сожалению, 30 штук пришлось потратить. Да. Падок. И ебана фам. Тоже, похоже, когда-нибудь куплю. Может быть. Не буду зарегаться. Не буду говорить ничего об этом. Это время покажет нам. Что нам сделать. Вот. На этом таки все. 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 Продолжение следует...